На Ямале продолжается месячник пожарной безопасности. За две недели представителями пожарной охраны уже проинспектирована большая часть жилфонда. Сегодня спасатели сделали профилактический упор на граждан, ведущих антисоциальный образ жизни. Репортаж Светланы Кель. Общежитие по речной 51 – самое настоящее логово зеленого змея. Здесь, если и не все, то каждый второй у него в заложниках. Маски на лицах хоть как-то сдерживают ароматы. Антисоциальщина здесь пропитана. Все. Первая комната – первый ее обитатель. Здесь у вас пожар, кстати, был. Был пожар? А когда пожар-то был? Он от дочка макрад сгорел. Осенью. Вот вы дома вшили, да? Не, не, не. Я вообще на сумках сидел. В ВВС сидел, все правильно. А кто бы чем-то в кровати оставил? Здесь другая человек был. Просто у меня есть такие друзья. Ну раз в овке не, она сможем зайти. Под копченые стены, потолок – как напоминание о пожаре минувших дней. Только вот жизненный урок Владимир не усвоил. В комнате курит, проводка держится на честном слове. И это при том, что электроплита работает в круглосуточном режиме. Под соседством от Владимира живет Мулояр. В комнате чистота и порядок. Квадратные метры мужчина делит с кошками. Нигде не работает, живет на пенсию. У него все предельно просто. Если деньги есть, то пьет. А нет, то телевизор смотрит. Не валяюсь нигде. Так сам. Потихонечку пью. В кровати курите? Не, в кровати постельно не курю. Я вот, у меня пепель, я за столом курю. Как давно плита включена? Как я думал, она включена. Ну-ка, смотрите, у вас прям вот эта дверка шкафа уже горячая. Пускай будет горячая, пока я... Потому что я замерзну здесь, здесь полы холодные. Знаете, куда обращаться в случае вот замыкания проводки, в случае там задымления, возгорания? Знаю, знаю. Куда? К вам, наверное. Нет, не к нам. А кому? Ну, к пожарным, наверное. Ну, да, я не говорю. А номер-то пожарных знаете? Знаю. Ну, скажите. 0,20. С такими товарищами, как эти, пожарные ведут усиленную профилактику. Только вот к разъяснительным беседам, а уж тем более памяткам, в которых указаны и правила безопасности, и номера телефонов экстренных служб. Они относятся спустя рукава. С данной категорией ведется работа, но, к сожалению, они не понимают, что это может привести к пожару, к гибели людей. Недавний пожар на Озерной 9 – яркий тому пример. Возгорание произошло в квартире, где проживала семейная пара. Употребление алкоголя, курение в комнате для них были нормой, утверждали соседи. Итог трагичный. Два погибших человека. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова